Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, у нас сегодня специальная рубрика для арахнофобов. Надеюсь, вы еще помните, что пауки — это не насекомые, и к тому же практически все хищники. Наши сегодняшние гости — не исключение. Встречайте ктинизидов — семейство мегаломорфных пауков, насчитывающее 9 родов и примерно 120 видов. Кстати, что интересно, почти все виды были описаны только одним американским экспертом, который руководил музеем естественной истории. Что такое мегаломорфные? Они отличаются от обычных пауков другим строением хелицер. Хелицер — это отростки, похожие на клешни. К тому же, как правило, мегаломорфные пауки крупнее ранее аморфных. И самые известные среди наших сегодняшних гостей — это пауки-птицеды. Ролик про них есть в плейлисте «Рептилии и насекомые». Но вернемся к нашим товарищам — ктинизидам. Прописалась эта группа пауков в США, Центральной Америке, Средиземноморье, Южной Африке, Австралии, Южной и Юго-Восточной Азии. В отличие от других мегаломорфных пауков, ктинизиды имеют острые шипы на хелицерах, с помощью которых копают землю. Характерным отличием является наличие тусклого панциря, покрытого бледно-золотистыми волосками, а щупики имеют внешнее сходство с боксерскими перчатками. Ктинизиды любят облюбовывать местечки в прибрежных песчаных дюнах, дубовых лесах, а также в высокогорьях. Их норки отличаются хитростью построения, что позволяет паукам устраивать норы-ловушки с тупиками. Вход и тупик в каждой ловушке покрыты толстой паутиной, которая не позволяет выбраться добычи из засады. Собственно, живут паучки в похожих норках. Ктинизиды ведут преимущественно ночной образ жизни и обитают в норах, закрытых люками из паутины почвы и растительного материала. Отсюда англоязычное название, которое переводится как люк. Такой люк очень сложно заметить, так как почва и растения эффективно его камуфлируют. Паук, как правило, находится внутри и держится за дверцу лапками, ожидая, когда появится добыча и заденет сигнальные нити, натянутые рядом с норкой. Когда паук чувствует вибрацию нитей, то выпрыгивает и хватает жертву. Основное меню ктинизид составляют, конечно же, насекомые, другие членистоногие и даже мелкие позвоночные. Чтобы поймать добычу, пауки используют свои мощные передние конечности. К тому же в жертву вводятся парализующие токсины. На самих же ктинизидов охотятся дорожные осы. Они кусают паука, что приводит к полному параличу, и откладывают яйца прямо в организме ктинизида. Впоследствии сам паук становится пищей для потомства осы. Сы ля ви? Ну и главный вопрос. Насколько ядовиты ктинизиды? Спешу вас успокоить. Несмотря на то, что появление этого паука чаще всего вызывает ужас у многих людишек, страдающих арахнофобией, ктинизиды абсолютно безвредны для человека. И максимум, что вам светит, это небольшая аллергическая реакция. Хотят любви ужасные создания всегда, когда готовы. Самочки никогда не удаляются от своих норок, особенно когда выращивают потомство. При этом они кормят своих деток, трыгивая часть пищи. Кстати, они довольно агрессивны к самцам, и воспитывают потомство со всей гордостью и независимостью. Ну и минутка для другой группы обезьяноподобных. Тех, кто не боится, любит пауков и презирает арахнофобов. Ктинизидов довольно редко содержат в домашних условиях. В неволе желательно содержать виды, используемые для жизни в террариуме. Если самки могут жить в естественной среде обитания 20 лет, а самцы в 4 раза меньше, то дома. Эти челенистоногие умирают довольно быстро. А к какой группе относитесь вы? К арахнофобам или любителям паучков? Пишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.